Новый министр труда и социальной защиты Алексей Бузу является близким другом вице-премьера Андрея Спыну. В этом признался сам Спыну в эфире передачи «Путеря Патры» на телеканале Н4, уточнив, что до сих пор они поддерживают близкие и доверительные отношения. Алексей Бузу, занявший кресло министра труда и социальной защиты, вместо Марчелла Спатаря, является другом детства вице-премьера Андрея Спыну. Об этом заявил сам Спыну, не уточнив при этом, было ли его давнее знакомство с Бузу главным критерием отбора будущего министра. Он был директором неправительственной ассоциации, НПО. Да. Думаете, он справится? Потому что это министерство монстры, как и ваше. Да, я давно знаю господина Бузу и думаю, что он справится. Он очень компетентный, у него чрезвычайно богатый опыт в этой сфере. Рассказывая о своих отношениях с новым министром труда, министр инфраструктуры и регионального развития отметил, что это дружба, проверенная временем, которая длится на протяжении десятилетий. Спыну уточнил, что Бузу присутствовало при крещении его детей. Но вице-премьер отказался назвать министра труда своим кумом, уточнив, что не силен в таком типе отношений. Мы хорошие друзья, наверное, с детства. Да, с детства, и это не секрет. Уже не секрет. Да, и не был секретом, никто не отрицал этого. Если быть очень честным, то мы знаем друг друга с малых лет. И вы являетесь кумовьями, у нас это свято. Я вообще не верю в этот тип отношений. А он крестил ваших детей? Был тогда в церкви? Да, был. Но давайте без этого. Я не очень разбираюсь в этих делах. Напомним, Алексей Бузу был назначен министром труда и социальной защиты в начале января, после того, как Марчелл Спотарь заявил о своем уходе с поста главы министерства. Свою отставку Спотарь объяснил личными мотивами, уточнив, что его семья живет в Бухаресте, и он возвращается к ним. Про Алексея Бузу известно, что он долгое время возглавлял неправительственную организацию, которая занималась продвижением равенства полов. Когда премьер Наталья Гаврилица представляла СМИ Алексея Бузу, новый министр сообщил, что на своем посту он продолжит продвигать равенство полов и будет бороться с бедностью среди детей. Как руководимое министерство намерено бороться с бедностью среди пенсионеров, учителей, врачей, воспитателей и других работников бюджетной сферы, не считая депутатов и членов правительства, которым уже подняли зарплату, министр не обмолвился ни словом.